Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня в рамках проведения данного лекционного занятия в форме вебинара мы рассмотрим следующие аспекты организации и проведения государственной итоговой аттестации, предусмотренные программой подготовки организаторов в пункте проведения экзамена государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году. Это нормативные правовые акты, регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации, методические и инструктивные материалы для сотрудников пункта проведения экзамена, обеспечение информационной безопасности процедуры проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в пунктах проведения экзамена, организация и процедура проведения государственной итоговой аттестации в пункте проведения экзамена, допуск участников, особенности подготовки аудитории в день экзамена, организация входа, передвижения и распределения участников по аудитории, организация проведения экзамена, функциональные обязанности организаторов вне аудитории и в аудитории в пункте проведения экзамена. Оборот экзаменационных материалов в пункте проведения экзамена, порядок получения и сбора экзаменационных материалов, особенности подготовки аудитории к проведению отдельных экзаменов с учетом их специфики, Особенности проведения основного государственного экзамена по отдельным предметам с учетом их специфики. Особенности организации и проведения государственного выпускного экзамена и основного государственного экзамена для участников с ограниченными возможностями здоровья. Особенности и соблюдения работниками профессиональной и служебной этики. Нормативные правовые документы и методические материалы, регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года номер 273 ФЗ об образовании в Российской Федерации устанавливается общий порядок организации итоговой аттестации и государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Согласно федеральному закону, итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. Это часть 1 ст. 59 Федерального закона. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, является обязательной и проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. Это части 2 и 3 ст. 59 Федерального закона. Цели формирования и принципы ведения федеральных региональных информационных систем для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации и регламентированы статьей 98 Федерального закона. Порядок сбора, обработки, использования и защиты указанных сведений устанавливаются правилами формирования и ведения Федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования в региональных информационных системах, обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, регламентированным постановлением правительства РФ от 31 августа 2013 года номер 755. Ключевым документом, регламентирующим государственную итоговую аттестацию, является порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 года номер 1394. Указанный порядок проведения устанавливает формы проведения государственной итоговой аттестации, перечень учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация, требования к порядку и условиям ее проведения, включая технологический аспект. Действия общественных наблюдателей и порядок аккредитации общественных наблюдателей регламентирует приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июня 2013 года номер 491. Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, Всероссийской Олимпиады школьников и Олимпиад школьников. Готовность пункта проведения экзаменов к проведению государственной итоговой аттестации. Экзамены проводятся в пунктах проведения экзаменов, места расположения которых утверждаются Департаментом образования города Москвы по согласованию с Государственной экзаменационной комиссией. Пункт проведения экзамена – здание, которое можно использовать для проведения основного государственного экзамена. Количество, общая площадь и состояние помещений, представляемых при проведении основного государственного экзамена, должны обеспечивать проведение экзаменов в условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норматив. Количество и места расположения пунктов проведения экзамена определяется, исходя из того, что в пункте проведения экзамена должно присутствовать не менее 15 участников основного государственного экзамена, при этом в каждой аудитории должно присутствовать не более 15 участников основного государственного экзамена. При отсутствии возможности организации пункта проведения экзамена в соответствии с указанными требованиями предусматриваются дополнительные меры контроля за соблюдение установленного порядка проведения основного государственного экзамена. В каждом пункте проведения необходимо обеспечить наличие аудитории для участников с ограниченными возможностями здоровья, а также должны быть предусмотрены условия для них. Это наличие пандусов размещения аудитории с учетом беспрепятственного доступа. В случае отсутствия возможности организации пунктов проведения в соответствии с установленными требованиями для лиц, по медицинским показаниям, не имеющих возможности прийти в пункт проведения экзамена, экзамен организуется на дому при условии соблюдения требований порядка проведения основного государственного экзамена. Для организации пункта проведения экзамена на дому образовательная организация направляет необходимые документы согласно организационной схеме по обеспечению проведения государственной итоговой аттестации для участников с ограниченными возможностями здоровья, опубликованную на официальном сайте Регионального центра обработки информации города Москвы в разделе «Информация для организаторов». В пункте проведения экзамена должны быть организованы аудитории для участников основного государственного экзамена. В случае распределения в пункт проведения участников с ограниченными возможностями здоровья готовится аудитория, учитывающая состояние их здоровья, особенности психофизического развития и индивидуальных возможностей. Аудитория для участников с ограниченными возможностями здоровья должна располагаться на первом этаже. Помимо этого, в пункте проведения экзамена предусмотрено помещение для руководителя пункта проведения, которое оборудуется рабочим местом и сейфом или металлическим шкафом для хранения экзаменационных материалов. Также в пункте проведения экзамена предусмотрены помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих обучающихся, помещение для представителей средств массовой информации, общественных наблюдателей и иных лиц, имеющих право присутствовать в пункте проведения в день экзамена. Также помещение для медицинского работника, помещение для личных вещей участников. Для этого выделяется место для хранения личных вещей участников основного государственного экзамена. Помещение для руководителя пункта проведения экзамена оборудуется телефонной связью, персональным компьютером, принтером, сейфом или металлическим шкафом, в котором хранятся экзаменационные материалы. В аудиториях пункта проведения экзамена необходимо обеспечить каждое рабочее место заметным обозначением номером, обеспечить каждую аудиторию часами, находящимися в поле зрения участников основного государственного экзамена, и гелевыми ручками, а также убрать либо закрыть в аудиториях стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной информацией по соответствующему учебному предмету. Помещение, не использующееся для проведения экзамена на время проведения экзамена, запирается и опечатывается. Также проведение основного государственного экзамена по отдельным предметам требует подготовки дополнительного оборудования и программного обеспечения. Для проведения государственной итоговой аттестации по русскому языку необходимо подготовить в аудиториях средства воспроизведения аудиозаписи. Для иностранных языков в аудиториях письменной части средства воспроизведения аудиозаписи, в аудиториях устной части, средства аудиозаписи, включающие в себя компьютер с установленным программным обеспечением и гарнитуры. В аудиториях, где проводится основной государственный экзамен по физике, заранее необходимо подготовить лабораторное оборудование для проведения практической части экзамена. Для проведения основного государственного экзамена по информатике и ИКТ в аудиториях должны быть компьютер для участников с заранее установленным программным обеспечением для выполнения практической части экзамена и компьютер для сбора ответов участников на практическую часть экзаменационной работы. По аудитории, где будет проводиться основной государственный экзамен по литературе, необходимо подготовить отдельный стол и разместить на нем тексты художественных произведений и сборники лирики. Для соблюдения безопасности в пункте проведения экзамена руководитель организации, на базе которой сформирован пункт проведения экзамена, должен провести инструктаж. Инструктаж по части антитеррористической и противопожарной деятельности на время работы должен в себя включать. Разъяснительную работу направлено на повышение организованности и бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. Информацию по эвакуации из помещений в пунктах проведения экзамена, действия работников пункта проведения экзамена при обнаружении подозрительного предмета, действия работников пункта проведения экзамена при поступлении угрозы по телефону или в письменной форме. 10. Порядок действий работников пункта проведения экзамена и участников экзамена при возникновении чрезвычайных ситуаций. Действия участников экзамена и работников пункта проведения экзамена при обнаружении угрозы химического или биологического терроризма. Инструкцию показания первой помощи, инструкцию по применению тревожной кнопки, действия лиц, присутствующих в пункте проведения экзамена при завершении террористических актов путем захвата заложников. Руководитель пункта проведения экзамена проводит инструктаж для работников пункта проведения по части антитеррористической и противопожарной деятельности на время работы пункта. Помимо этого, руководитель обеспечивает размещение в пункте проведения и функционирование в день экзамена в пунктах медицинской помощи и охраны правопорядка. Проверяет пожарные выходы, средства первичного пожара, тушения и также он должен иметь комплект ключей от всех рабочих аудиторий. Проверяет наличие в пункте проведения экзамена плана эвакуации людей в случае пожара в организации инструкции плана эвакуации людей в случае пожара. Обеспечивает коридоры пункта проведения экзамена заметными наглядными материалами по правилам безопасности. Табличками с телефонами скорой помощи, спасателями службы и так далее. Для проведения государственной итоговой аттестации в пункте проведения экзамена привлекаются следующие работники. Руководитель и организаторы пункта проведения экзамена, которые обеспечены в проведении государственной итоговой аттестации пункта проведения экзамена Уполномоченные представители Государственной экзаменационной комиссии, которая осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения экзамена Также технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-технологическую помощь руководителю и организаторам пункта проведения экзамена В случае использования программного обеспечения при проведении экзамена В пункте проведения в обязательном порядке должен присутствовать руководитель организации, в помещении которой организован пункт проведения экзамена или уполномоченное им лицо. Медицинские работники в пункте проведения, оказывающие необходимую помощь участникам основного государственного экзамена с ограниченными возможностями здоровья с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития, в том числе непосредственно при проведении экзамена. Сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, отвечающие в целом за безопасность и допуск всех лиц в пункт проведения экзамена. Представители образовательных организаций, сопровождающие обучающихся. Представители образовательной организации должны иметь при себе приказ от образовательной организации о назначении ответственного за сопровождение обучающихся. Все привлекаемые лица допускаются в пункт проведения экзамена только при наличии документов, удостоверяющих личность, а также согласно списком распределениям. В день проведения экзамена в пункте «Проведение» также могут присутствовать представители средств массовой информации, аккредитованные в установленном порядке, общественные и федеральные наблюдатели, должностные лица Рособорнадзора и Департамента образования города Москвы. Допуск в пункт проведения экзамена данных лиц осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих их полномочия. Это может быть приказ, аккредитация или удостоверение. Представители средств массовой информации могут присутствовать в аудиториях только до начала выполнения участниками организационной работы. Общественные и федеральные наблюдатели могут свободно перемещаться по пункту проведения экзамена, присутствовать в аудитории проведения государственной итоговой аттестации на всем протяжении экзамена, только при условии, что в одной аудитории находится один общественный наблюдатель. Всем присутствующим в пункте проведения экзамена, в том числе и работникам пункта проведения экзамена, и лицам, осуществляющим контроль во время проведения экзамена, в пункте проведения запрещается иметь при себе средства связи, оказывать содействие участникам основного государственного экзамена, в том числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Выносите из аудитории и пункта проведения экзамена экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. В день проведения экзамена обучающимся запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Выносите из аудитории и пункта проведения экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации, удаляются с экзаменом. Для этого организаторы или общественные наблюдатели приглашают уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии, которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших установленный порядок проведения государственной итоговой аттестации и с пункта проведения экзамена. В день экзамена участнику, как уже было сказано, запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио, видеоаппаратуру, а также справочные материалы. Но есть список разрешенных средств, используемых при проведении отдельных экзаменов. По русскому языку это орфографический словарь, по математике линейка и справочный материал, содержащий основные формулы курса математики. Участник государственной итоговой аттестации получит данные справочные материалы вместе с экзаменационными материалами. По химии это непрограммируемый калькулятор и периодическая система химических элементов Менделеева. Таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде и электрохимический ряд напряжения металлов. Участник также получит данный материал совместно вместе с экзаменационными материалами. По физике это непрограммируемый калькулятор, по географии непрограммируемый калькулятор, линейка и географические атласы за 7, 8 и 9 классы. По биологии непрограммируемый калькулятор, линейка и карандаш. При организации государственной итоговой аттестации особое внимание уделяется созданию специальных условий для участников с особыми потребностями. Такие условия создаются для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на даму, ребят, находящихся на длительном лечении в образовательных организациях, где проводятся лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов, пункт проведения экзаменов может быть организован в больнице, на дому или на базе образовательной организации, где необходимо определить специализированную аудиторию. При этом должен быть выполнен ряд условий. На входе и внутри помещения присутствуют пандусы, поручни, расширенные дверные проемы, лифты, широкие проходы между предметами мебели и свободный доступ на индивидуальные коляски к рабочему месту. Аудитория для участников с ограниченными возможностями здоровья должна располагаться на первом этаже. А также организован беспрепятственный доступ экзаменуемых в аудитории и тавалетные комнаты. Количество рабочих мест в каждой аудитории для выпускников не превышает 12 человек. И освещенность аудитории для слабовидящих участников должна быть равномерной и не ниже 300 микс. Для слепых участников экзамена экзаменационные материалы оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых. Письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых. Для глухих и слабослышащих участников экзамена аудитория для проведения экзамена оборудуется звукоусиливающей аппаратурой, как коллективного, так и индивидуального пользования. и при необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик. Для слабовидящих участников экзамена экзаменационные материалы копируются в увеличенном размере. В аудиториях для проведения экзаменов предусматривается наличие увеличительных устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 литров. Участники экзамена с нарушением опорно-двигательного аппарата письменную экзаменационную работу могут выполнять на компьютере со специализированным программным обеспечением. Во время экзамена в аудитории могут находиться ассистенты, оказывающие участникам необходимую поддержку с учетом их индивидуальных особенностей. А именно, содействие в перемещении, фиксации положения тела и ручки в кисти руки, вызов медперсонала и оказание неотложной медицинской помощи, содействие при чтении, оформлении заданий и в общении с сотрудниками пункта проведения экзамена. К примеру, для участников с нарушением слуха необходим сурдопереводчик. Напомним, сопровождать участников экзамены запрещается учителям по предмету, который проводится в данный день аттестации. Исключением составляют слепые и глухие участники. На экзамен по русскому языку и математике допускается сурдопедагог для глухих и тифлопедагог для слепых, которые помогают участникам разобраться с правилами выполнения заданий. В аудитории должны быть предусмотрены места для ассистентов. Организации и проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования. В качестве организаторов в аудитории и вне аудитории пункта проведения экзамена привлекаются лица, прошедшие соответствующее обучение по программе подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в пунктах проведения экзамена в городе Москве. Организатор в аудитории должен знать нормативные правовые документы, регламентирующие проведение основного государственного экзамена в пункте проведения экзамена, инструкция, определяющая порядок работы организаторов в аудитории, правила заполнения бланков ответов участников экзамена. Организатор вне аудитории должен знать нормативные правовые документы, регламентирующие проведение основного государственного экзамена в пункте проведения экзамена, Инструкция, определяющая порядок работы организатора вне аудитории. Организаторы в аудитории. В день проведения экзамена организаторам необходимо прибыть в пункт проведения экзамена не позднее 8.30 и зарегистрироваться у руководителя пункта проведения экзамена. Получить у руководителя информацию о назначении ответственных организаторов в аудитории и распределении по аудиториям пункта проведения экзамена и информацию о сроках ознакомления участников основного государственного экзамена с результатами и о сроках подачи и рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами. А также пройти инструктаж у руководителя пункта проведения экзамена по процедуре проведения экзамена и антитеррористической и противопожарной безопасности. После прохождения инструктажа по процедуре проведения экзамена и антитеррористической и противопожарной безопасности, ответственный организатор в аудитории получает у руководителя следующие формы, используемые при проведении основного государственного экзамена в аудитории. Это форма ПП-0501, список участников государственной итоговой аттестации в аудитории. Выдается она в двух экземплярах. Форма ПП-0502, протокол проведения государственной итоговой аттестации в аудитории пункта проведения экзамена. Форма ПП-1202 – ведомость коррекции персональных данных участников государственной итоговой аттестации в аудитории. Форма ПП-1203 – ведомость использования дополнительных бланков ответов номер 2, а также инструкцию, зачитываемую организатором в аудитории перед началом экзамена для участников основного государственного экзамена и таблички с номерами аудитории и черновики. Не позднее 9.15 организаторам в аудитории необходимо пройти в свою аудиторию, проверить ее готовность к экзамену и приступить к выполнению обязанностей организатора в аудитории. 1. Вывесить у входа в аудиторию форму ПП-0501 в список участников основного государственного экзамена в аудитории. 2. Раздать на рабочие места участников экзамена черновики. Минимальное количество черновиков на одном рабочем месте – это два листа. 3. Подготовить на доске либо информационном стыде необходимую информацию для заполнения регистрационных полей в бланках ответов. 4. Ответственный организатор в аудитории при входе участников основного государственного экзамена в аудитории должен Сверить данные документы, удостоверяющие личность участника экзамена с данными в форме ПП 0501 в список участников основного государственного экзамена в аудитории Сообщить участнику основного государственного экзамена номер его места в аудитории Организатор в аудитории должен помочь участнику быстро занять отведенное ему место, при этом следить, чтобы участники экзамена не переговаривались и не менялись местами Напомнить участникам основного государственного экзамена о запрете иметь при себе во время проведения экзамена средства связи, электронную вычислительную технику, фото, аудио, видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Проверить, что гелевая ручка участника экзамена пишет в непрерывной черной линии и в случае необходимости данную ручку заменить. Не позднее чем в 9.45 ответственный организатор в аудитории принимает руководителя пункта проведения экзамена по форме ППА 14.02 «Ведомость выдачи и возврата экзаменационных материалов по аудиториям пункта проведения экзамена». Следующие материалы. Конверты с индивидуальными комплектами экзаменационных материалов, то есть контрольно-измерительные материалы, бланки ответов, справочный материал. Дополнительные бланки ответов номер 2. Компакт-диски с файлами практических экзаменационных заданий по информатике. Компакт-диски с материалами для выполнения обучающимися заданий по аудированию письменной части экзаменационной работы по иностранному языку. Компакт-диски с цифровой аудиозаписью текста изложения по русскому языку. Возвратно-доставочные пакеты и секьюр-паки. После начала основного государственного экзамена ответственный организатор в аудитории должен продемонстрировать участникам основного государственного экзамена целостность упаковки конверта с индивидуальным комплектом. Раздать всем участникам экзамена индивидуальные комплекты в произвольном порядке. Зачитать инструкцию для участников экзамена и в процессе чтения инструкции дать указания участникам экзамена вскрыть конверты с индивидуальными комплектами и проверить его содержимое. Проинформировать участников основного государственного экзамена о том, что записи на контрольно-измерительных материалах для проведения основного государственного экзамена и черновиках не обрабатываются и не проверяются. Проинформировать участников основного государственного экзамена о порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и о несогласии с выставленными баллами, а также о времени и месте ознакомления с результатами государственной итоговой аттестации. По указанию ответственного организатора участники основного государственного экзамена заполняют регистрационные поля бланков ответов номер один. После заполнения регистрационных полей бланков участниками ответственному организатору необходимо проверить правильность заполнения регистрационных полей на всех бланках у каждого участника основного государственного экзамена и соответствие данных участника экзамена, то есть фамилия, отчество, серия, номер документа, удостоверяющая личность, бланки ответов номер один и документы, удостоверяющие личность. объявить начало экзамена, продолжительность и время окончания экзамена и зафиксировать на доске время начала и время окончания экзамена. Участники основного государственного экзамена начинают выполнение экзаменационных заданий. Во время экзамена организатор в аудитории должен следить за порядком в аудитории и не допускать разговоров участников экзамена между собой, обмена любыми материалами и предметами между участниками экзамена, использование мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, справочных материалов, кроме разрешенных. Выхода участника основного государственного экзамена из аудитории во время экзамена без сопровождения организаторов вне аудитории. В случае, если участник экзамена предъявил претензию по содержанию задания своего контрольно-измерительного материала, необходимо зафиксировать суть претензий в служебной записке и передать ее руководителю в пункт проведения экзамена. При этом служебная записка должна содержать информацию об уникальном номере контроля измерительного материала, задании и содержании замечаний. В случае, если участник экзамена полностью запомнил бланк ответов номер 2 с обеих сторон, организатор должен убедиться, что обе стороны основного бланка ответов номер 2 были полностью заполнены, а в противном случае ответы, внесенные на дополнительный бланк ответов номер 2, оцениваться не будут. Выдать по просьбе участника экзамена дополнительный бланк ответов номер 2, дополнить поля в дополнительном бланке ответов номер 2, то есть код региона, код предмета, название предмета, номер варианта, номер контроля измерительного материала. В поле лист номер 1 вписывается следующий по порядку номер бланка, то есть 2, 3, 4 и так далее. Организаторы в аудитории следят за состоянием участников основного государственного экзамена и при ухудшении самочувствия направляют участников основного государственного экзамена в сопровождение организаторов вне аудитории в медицинский пункт. Ответственный организатор должен пригласить организатора вне аудитории, который сопроводит такого участника к медицинскому работнику и пригласит уполномоченного представителя государственной администрационной комиссии в медицинский кабинет. В случае подтверждения медицинским работникам ухудшения состояния здоровья участника основного государственного экзамена и при согласии участника основного государственного экзамена досрочно завершить экзамен, организатор ставит в банке регистрации участника соответствующую отметку. При установлении факта наличия у участников основного государственного экзамена средств связи и электронной вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации во время проведения основного государственного экзамена или иного нарушения и неустановленного порядка проведения, такой участник удаляется с экзамена. Для этого организаторы или общественные наблюдатели приглашают уполномоченного представителя государственной экзаменационной комиссии, которая составляет форму ПП-21, акт об удалении с экзамена и удаляет лиц, нарушивших установленный порядок проведения государственной итоговой аттестации и с пункта проведения экзамена. На этапе завершения экзамена за 30 минут и за 5 минут до окончания выполнения экзаменационной работы организатор в аудитории должен уведомить участников основного государственного экзамена о скором завершении экзамена и напомнить о необходимости перенести ответы из черновиков в бланки. За 15 минут до окончания экзамена пересчитать лишние индивидуальные комплекты в аудитории. По окончании экзамена организатор должен объявить, что экзамен окончен, принять у участников экзамена в организованном порядке бланки ответов номер 1, бланки ответов номер 2, дополнительные бланки ответов номер 2, варианты контрольно-измерительных материалов, вложенных обратно в конверт, черновики, а также поставить прочерк на полях бланков ответов номер 2, предназначенных для записи ответов в свободной форме, но оставшихся незаполненными, в том числе и на его оборотной стороне, а также в выданных дополнительных бланках ответов номер 2 и пересчитать в бланки основного государственного экзамена. После завершения экзамена организаторы в аудитории организуют комплектование и упаковку экзаменационных материалов. При этом запрещается использовать какие-либо иные пакеты вместо данных возвратных за доставочный пакет, вкладывать вместе с бланками какие-либо другие материалы, скреплять бланки скрепками либо степлером, менять ориентацию бланков в пакете, то есть вверх, вниз, лицевая и оборотная сторона. А также по окончании экзамена необходимо организатору ответственного аудитории заполнить следующие формы. Это форма ПП 0502 протокол проведения государственной итоговой аттестации в аудитории в пунктах проведения экзамена, ведомость коррекции персональных данных участников в аудитории. После осуществления сбора упаковки экзаменационных материалов и заполнения форм в пунктах проведения экзамена, ответственный организатор в аудитории передает руководителю пункта проведения экзамена, экзаменационные материалы по форме ПП 1402, ведомость выдачи и возврата экзаменационных материалов по аудиториям пункта проведения экзамена. Организаторы покидают пункт проведения экзамена после передачи всех материалов, оформления соответствующего протокола и только по разрешению руководителя пункта проведения экзамена. Организаторы вне аудитории. В день проведения экзамена организатору вне аудитории необходимо прибыть в пункт проведения экзамена не позднее 8.30 и зарегистрироваться у руководителя пункта проведения экзамена. Пройти краткий инструктаж по процедуре проведения основного государственного экзамена и антитеррористической и противопожарной безопасности у руководителя пункта проведения экзамена. Получить у руководителя пункта проведения экзамена информацию о распределении на места дежурства. Получить форму ПП 0601, список участников основного государственного экзамена в пункте проведения экзамена, для размещения на информационном стенде при входе в пункт проведения экзамена. Не позднее 9.15 пройти на свое место дежурства и приступить к выполнению своих обязанностей. Не позднее 9.15 обеспечить организацию входа участников основного государственного экзамена в пункт проведения экзамена. При этом осуществлять проверку документов, удостоверяющих личность участников основного государственного экзамена и наличие участников основного государственного экзамена в списках распределения в данный пункт проведения экзамена. А также организатор вне аудитории информирует участников о необходимости оставить личные вещи, а кроме разрешенных, специально выделенном месте для хранения личных вещей до входа в пункт проведения экзамена. Во время проведения экзамена организатор вне аудитории должен Помогать участникам основного государственного экзамена ориентироваться в помещениях пункта проведения экзамена, указывать местонахождение нужной аудитории, сопровождать участников основного государственного экзамена на территории пункта проведения экзамена в случае выхода участника из аудитории проведения экзамена, Осуществлять контроль за перемещением по пункту проведения экзамена лиц, имеющих право присутствовать в пункте проведения экзамена в день проведения экзамена. Следить за соблюдением порядка проведения основного государственного экзамена в пункте проведения экзамена. Незамедлительно сообщать уполномоченному представителю Государственной администрационной комиссии о всех случаях нарушения установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации. В случае опоздания участника основного государственного экзамена на экзамен более чем на 2 часа с начала проведения основного государственного экзамена поставить подпись в акте о недопуске участника основного государственного экзамена на экзамен. По завершении экзамена организатор вне аудитории должен контролировать организованный выход из пункта проведения экзамена участников основного государственного экзамена, завершивших экзамен. Выполнять все указания руководителя пункта проведения экзамена и уполномоченных представителей Государственной экзаменационной комиссии, оказывая содействие в решении ситуации, не предусмотренных настоящими инструкциями. Организаторы вне аудитории покидают пункт проведения экзамена по разрешению руководителя. Особенности проведения основного государственного экзамена по отдельным примерам. На информатика и ИКТ. В аудиторию назначаются два организатора. Техническое сопровождение экзамена обеспечивает технический специалист в пункте проведения экзамена. При этом возможны два варианта проведения основного государственного экзамена по информатике и ИКТ. Либо все задания выполняются участниками основного государственного экзамена в компьютерном классе, в котором есть отдельные рабочие места для выполнения частей 1 и 2. Либо используются аудитории двух типов. Обычный компьютерный класс при соблюдении следующих требований. В аудиториях для проведения государственной итоговой аттестации по информатике должны быть рабочие места, то есть столы, паркинг для выполнения части 1. Компьютер по количеству участников плюс один резервный для выполнения части 2. В каждой аудитории, в которой проводится экзамен, должны присутствовать не менее двух организаторов. Переход участников основного государственного экзамена из одной аудитории в другую должен осуществляться в сопровождении организаторов вне аудитории. После окончания экзамена технический специалист в присутствии ответственного организатора в аудитории копирует из всех рабочих директорий файлы, сохраненные участниками основного государственного экзамена на носитель информации. Делает его резервную копию. Для копирования данных возможно использование локальной сети. Совместно с соответственным организатором в аудитории технический специалист убеждается в том, что информация записана корректно. Один носитель информации запечатывает соответственным организатором в пакет с результатами экзамена и передается вместе с остальными экзаменационными материалами руководителю пункта проведения экзамена для отправки в региональный центр обработки информации. Для проведения экзамена по физике в аудитории назначаются два организатора и один специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ. Экзамен проводится в кабинетах физики. При необходимости можно использовать другие кабинеты, отвечающие требованиям безопасного труда при выполнении экспериментальных заданий экзаменационной работы. Специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ проводит перед экзаменом инструктаж по технике безопасности и следит за соблюдением правил безопасности труда во время работы участников экзамена с лабораторным оборудованием. В процессе экзамена специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ следит за соблюдением участниками экзамена правил безопасности труда. В случае нарушения участникам экзамена правил безопасности труда при выполнении экспериментального задания организатор имеет право удалить его с экзаменом. Организатор в аудитории фиксирует факт удаления в акте удаления с экзаменом. После проведения экзамена специалист по проведению структажа и обеспечению лабораторных работ выбирает со столов все комплекты оборудования. Проведение основного государственного экзамена по иностранным языкам в экзамен включает раздел «Говорение», устные ответы на задания которого записываются на аудионосители. Для проведения устной части экзамена используются два типа аудитории. Аудитория подготовки, в которой участники заполняют банк регистрации и ожидают в своей очереди сдачи экзамена. Аудитория проведения, в которой участник отвечает на задания контрольных измерительных материалов. В каждой аудитории проведения два рабочих места для участников. Это компьютер с подключенной гарнитурой, то есть наушники с микрофоном. И установлено программное обеспечение рабочего места участника. Станция записи от ее. Организатор в аудитории подготовки обязан заполнить в форме ПП-0502У время начала экзамена в аудитории подготовки. Оно считается с момента завершения структажа и заполнения бланков. И время выдачи участникам индивидуальных комплектов. Сообщить организатору из аудитории проведения об окончании заполнения бланков регистрации участниками. При вызове группы участников в каждой очереди для перехода в аудиторию проведения экзамена в форме ПП-0502У необходимо сделать отметку «Бланк регистрации получен» и получить подпись участника, покидающего аудиторию подготовки. Проконтролировать, что участники, покидающие аудиторию, имеют при себе бланк регистрации и ручку. Организаторы в аудитории подготовки обязаны не позднее, чем за 15 минут получить от руководителя пункта проведения экзамена индивидуальные комплекты участников экзаменов, провести инструктаж участников по процедуре проведения устного экзамена и заполнению бланков регистрации, объяснить их права и обязанности, не ранее 10.00 раздать в произвольном порядке участникам экзамена индивидуальные комплекты, то есть конверт с индивидуальными бланками регистрации, провести контроль заполнения бланков регистрации участников. По окончании проведения экзамена организаторы в аудитории подготовки должны отметить в форме ПП-0502У время окончания экзамена. Окончание экзамена считается с момента, когда аудиторию покинул последнюю часть. Собрать все неиспользованные индивидуальные комплекты, конверты индивидуальных комплектов, и также индивидуальные комплекты и бланки регистрации, имеющие полиграфические дефекты или испорченные участниками, и передать собранные материалы руководителю пункту проведения экзамена. Организатор в аудитории проведения при входе участников в аудиторию должен проверить их персональные данные согласно ведомости ПП-0503У, а ведомости отмечать за факт явки участников. После входа в аудиторию группы участников в каждой очереди распределить участников основного государственного экзамена по рабочим местам в аудитории. Распределение выполняется произвольным образом. Для каждой новой группы участников проводится краткий инструктаж по процедуре сдачи экзаменов. Также сверить номера контрольно-измерительных материалов на бланке регистрации, введенные участникам в программное обеспечение станции записи, с указанным на бумажном бланке регистрации и в интерфейсе программного обеспечения станции записи. И проводить контроль сдачи экзамена участниками. Завершить в программном обеспечении рабочего места участника сдачу экзамена участникам, инициировать экзамен следующего участника, либо завершить экзамен на рабочем месте. Получить от участника, сдавшего экзамен в бланк регистрации, в ведомости П0503У сделать отметки, ответ прослушан и бланк регистрации сдан и получить подпись участника. После завершения сдачи экзамена группа участников на всех рабочих местах в аудитории пройти в аудиторию подготовки и сформировать группу участников для следующей очереди и сопроводить ее до аудитории проведения. По окончании проведения экзамена организаторы в аудитории проведения должны Отметить в форме П0503У время окончания экзамена Вызвать технического специалиста для выгрузки файлов аудиозаписей ответов участников Провести контроль в действии технического специалиста по экспорту аудиозаписей ответов участников Запечатать бланки участников экзамена и компакт-диски в возвратные доставочные пакеты Передать руководителю пункта проведения экзамена сопроводительные документы, в том числе запечатанные бланки экзаменом И запечатанные компакт-диски с контролем изделительных материалов При проведении основного государственного экзамена по русскому языку Часть первой включает в себя одно задание и представляет собой небольшую письменную работу по прослушанному тексту Исходный текст для сжатого изложения прослушивается два раза Это задание выполняется на бланке ответов номер 2 Для этого аудитория оснащается звуковоспроизводящими средствами для прослушивания диска с экзаменационными заданиями Например, компьютер с колонками Для проведения основного экзамена по литературе руководителю пункта проведения экзамена и организаторам в аудитории Необходимо не позднее, чем за 20 минут до начала экзамена разместить тексты художественных произведений и сборники лирики на первом столе каждого ряда При этом необходимо обеспечить возможность работы с текстами одновременно до трех участников экзамена Причем таким образом, чтобы каждый из участников экзамена мог работать с текстом за отдельным столом Организаторы должны следить, чтобы в экземплярах текстов художественных произведений и сборников лирики Не было доступа к комментариям или вступительным статьям в произведения Особенности проведения государственного выпускного экзамена Государственный выпускной экзамен проводится в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий или билетов При успешном прохождении государственного выпускного экзамена выпускникам также выдается документ об образовании в местах Письменная форма Особенности проведения это индивидуальные конфликты участников состоят из бланка регистрации, бланка ответов, заданий При выполнении заданий в бланке ответов участникам необходимо указывать выполняемые номера заданий Сбор материалов по завершении экзамена осуществляется согласно порядку передачи материалов с пунктов проведения экзамена в региональный центр обработки информации Особенности проведения экзамена в устной форме Это индивидуальные конфликты участников состоят из бланка регистрации, бланка ответов Руководитель пункта проведения экзамена до начала экзамена необходимо подготовить пронумерованные билеты и задания для участников государственного выпускного экзамена, полученные из пакета руководителя В случае, если участник государственного выпускного экзамена по состоянию здоровья не может заполнить регистрационные поля, организатор в аудитории, ассистент заполняет регистрационные поля в бланке В бланке ответов указывается задание, билет, тема В случае проведения экзамена по математике участник государственного выпускного экзамена сопровождает устный ответ с записями в бланке ответов формулами, графиками, рисунками, решениями и тому подобное По завершению экзамена технический специалист должен перенести файл с записями устных ответов участников государственного выпускного экзамена на флеш-носители и передать все материалы в региональный центр обработки информации Особенности выполнения экзаменационной работы на компьютере Следующие Индивидуальные комплекты участников состоят из бланка регистрации, бланка ответов, заданий Задания выполняются в любом текстовом редакторе При выполнении заданий в любом текстовом редакторе участник государственного выпускного экзамена должен указать выполняемые номера заданий В случае, если участник государственного выпускного экзамена по состоянию здоровья не может заполнить регистрационные поля, организатор в аудитории заполняет регистрационные поля в бланке По завершению экзамена технический специалист должен перенести файлы с записями ответов участников государственного выпускного экзамена на флеш-носители и передать все материалы в региональный центр обработки информации При проведении государственного выпускного экзамена по русскому языку участникам экзамена предоставляется возможность выбора экзаменационного материала, сочинения или изложения с творческим заданием Пояснительная записка по проведению государственного выпускного экзамена по русскому языку и содержание экзаменационных тем будут вложены в пакет руководителя Организатор в аудитории должен познакомить экзаменуемых как с содержанием комплекта тем экзаменационных сочинений, так и с экзаменационными материалами для проведения изложения Если участники государственного выпускного экзамена выбрали разные формы проведения государственного выпускного экзамена по русскому языку необходимо предоставить им отдельные аудитории для выполнения экзаменационных заданий Руководитель пункта проведения экзамена заранее должен подготовить аудиторию для изложения и сочинения а также аудиторию, где будет осуществляться ознакомление участников государственного выпускного экзамена с темами сочинений и текстами изложения В случае выбора формы изложения глухим и слабослышащим участникам государственного выпускного экзамена текст изложения может быть дан для ознакомления на 40 минут По истечении этого времени организатор забирает текст и участник пишет сжатое изложение и выполняет творческие задания Профессиональная и служебная этика при проведении экзамена Работники пункта проведения экзамена призваны уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений Соблюдать трудовую дисциплину Работнику пункта проведения экзамена рекомендуется соблюдать культуру речи Не допускать использования в присутствии каких-либо участников экзамена грубости Оскорбительных выражений или реплик Проявлять корректность и внимательность к участникам экзамена Внешний вид работников пункта проведения экзамена должен способствовать уважительному отношению к другим работникам пункта проведения экзамена Соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличает официальность, сдержанность, аккуратность При выполнении обязанностей со стороны работника пункта проведения экзамена не допускаются Любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений Грубость, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые замечания, предъявление неправомерных и незаслуженных обвинений Угроз действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение Итак, уважаемые коллеги, на данном этапе мы закончили нашу лекцию, которая была посвящена подготовке организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории в пункте проведения экзамена Вопросы, возникшие в ходе вебинара, вы можете направить на электронный адрес, который видите на слайде Он представлен на экране На вопросы будут подготовлены ответы и ко второму вебинару они будут опубликованы Также в рамках второго вебинара более подробно будут освещены процедурные аспекты проведения государственной итоговой аттестации в пункте проведения экзамена вызывающие трудности у организаторов в пункте проведения экзамена Для самостоятельного изучения вопросов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в пункте проведения экзамена рекомендуем использовать интернет-ресурсы, которые вы сейчас видите на экране Также все нормативные документы, регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации в пункте проведения экзамена Инструктивные материалы для всех категорий лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации размещаются на официальном сайте регионального центра обработки информации города Москвы Также представлен на данном слайде номер телефона информационно-консультационного центра регионального центра обработки информации города Москвы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова